Соревнования чиновников. В пятницу на стадионе «Спартак» торжественно открыли спартакиаду Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники – государственные и муниципальные служащие со всего региона. На старте более 100 участников. Заявлено среди сотрудников муниципальных образований все 27 муниципальных образований. Состав команды – 10 представителей сотрудников администрации и 1 сотрудник – руководитель в Центр тестирования комплекса ГТО. Среди команд органов исполнительной власти в нашем мероприятии принимает 13 организаций. Участие в соревнованиях ГТО – это показательный пример того, что спорт может быть частью жизни, даже если рабочий день с 9 до 18 и сидячий образ жизни. И кабинетные работники тоже могут быть в форме. Главное – стремиться. Как, например, команда Ильинского муниципального района. Я уже являюсь третий раз участником такого мероприятия. Когда первый раз я участвовал, у меня есть уже золотой медаль – это значок ГТО. Команда, конечно, наша настроена на победу. Я думаю, мы будем опять в десятке лидеров, как и прошлый год. В рамках спартакиады сотрудники государственной и муниципальной службы соревнуются в нескольких дисциплинах в зависимости от возрастной группы. В беге на выносливости, на скорость, в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в подтягивании, прыжках в длину, с места, метании спортивного снаряда, стрельбе и плавании. Наиболее отличившиеся спортсмены получат вожделенные значки ГТО, которых, как показывает статистика, с каждым годом вручают всё больше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.